Вы на канале Арси Табак, с вами я Дэн, и я отправился на Экстрим Рейсинг 2019. Сейчас пятница, примерно в 8 часов вечера, я лечу по МКАДу со скоростью под 200, и надеюсь успеть поставить палатку до того, как стемнеет, хотя шансов немного. Короче, следите за видосом, будет интересно. Погнали! Что ж, братва, спустя 2 часа я доехал до Лыдкаринского карьера, и теперь начинается трофе в масштабе 1 к 1. Впереди меня только темнота, лес и неизвестность. Удастся мне проехать или нет, хрен его знает, я здесь не был. Попробую поставить камеру, чтобы вы просто оценили эту атмосферу темноты и безысходности. Ой, блин, что-то там прям вообще трофе. Ты уверен? Ну, левее. Надо наоборот вот сюда. А я прошел. Я понимаю. Так, лево, право, прямо. Лево? Вот прям сюда? Да тут в прошлом году джипы, чероки катались, блин. Да ну нахер. Детки. Че надо было? А, ну уж поздно. Ну, надо отдать должное по правому. Да, я мимо нее проходил. Так, песок. Теперь мы в дюмах. Здрасте. Преодолев все препятствия на своей, явно не подготовленной для этого машине, я разбил палатку, ну, так сказать, присоединился к общему лагерному режиму и решил отправиться на небольшую ночную покатушку, в которой меня поддержали все мои соратники по хобби и достали тоже свои копийные классные тачки. Решили даже устроить перетягивание троса, ну, типа, у кого тачка круче, но не все выдержали это испытание. Наш пывай. Давай! Давай! Длиннепривод и есть. Давай, давай, давай! Вдоволь накатавшись, сломав пару тачек, посидев чутка у костра, поев печеной картошки, мы разврелись по своим палаткам, ведь завтра предстоял важный день, день самих соревнований. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем-то, уже запылились, протестировались, хоба! Идем к ребятам на регистрацию. Можно к вам? Все? Да? Без очереди летут. Или вы только спросите? Только спросите. Хорошо, тогда проходите. Да, так спросите. Вот что там дают? Водичку. Восатая. Всякие ручки, короче, куча всякого мерча и ништяков. Огонь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После регистрации и после того, как я получил стартовый номер со всякими там ништяками и кепочкой от организаторов, и было немножко времени, пока все остальные участники регистрировались, я взял свою Тойоту и решил ее немножко прокатить по песочку, засняв пару классных кадров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и впереди меня ждал первый спецучасток. Задача была предельно простая. За отведенный промежуток времени в 10 минут максимально быстро, аккуратно и равномерно пройти спецучасток, который представлял из себя выделенные специальной оградительной лентой дорожку и различные ворота, которые нужно было пройти с помощью различных средств, не прибегая к помощи рук. В случае, если я опаздывал или допускал какие-то ошибки, судья начислял мне штрафные баллы. Посмотрите, как этот участок проходил один из участников соревнований. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вообще, нужно сказать, что все соревнования были на время. И стартовав на первом спецучастке, запускался секундомер. После того, как мы прошли первый спецучасток, необходимо было выдвигаться на ориентирование. Ориентирование представляло из себя прогулку по лесу с твоей моделью, и ты должен был найти специально спрятанные флажки, различные точки. Эти точки были расположены по определенному маршруту, который был выделен организаторами специальными точками на деревьях. Такие большие круглые пятна из серебристой краски, чтобы ты примерно знал маршрут. И на протяжении всего пути вокруг нашего огромного карьера эти штуки встречались, нужно было пройти и собрать все точки. Сбор точки считался, если ты подъехал на своей тачке к ней до расстояния не более 15 сантиметров и зафоткал ее для того, чтобы предъявить потом судьям. Некоторые контрольные точки, прямо скажем, были очень оригинальными. Обогнув таким образом полностью весь карьер, мы попадали к девятой точке. Рядом с девятой точкой находился специальный плот, так называемое плавсредство. На это плавсредство нужно было загнать свою тачку, тебе выдавался специальный пульт радиоуправления, и нужно было прямо на своей тачке вместе с этим платом выплыть в карьер, до определенного места развернуться, причалить и, ну, скажем так, такое вот препятствие. Субтитры сделал DimaTorzok После чего устремиться максимально быстро на следующий спецучасток для прохождения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока ребята подведут итоги. Специально для ребят, которые приехали на копийных моделях с пластиковыми кузовами, был сделан отдельный спецучасток, так называемый третий спецучасток, бонусный, на котором можно было ехать только на тачках, которые подходили под определенные параметры. Вне зачета я уже взял свою Toyota, ну и, конечно же, на нем немного прокатился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После чего вечером были подведены итоги этих соревнований. Участвовало более 30 человек. Я занял, к сожалению, лишь 11 место, но это тоже неплохой результат. От души хотелось бы поздравить тройку победителей, которые разделили между собой места на тумбочке. Сказать спасибо всем, кто приехал, поучаствовал. Друзья, у нас отличная компания, очень было круто, весело, мне сильно понравилось. Ну и, конечно же, организаторы, команда RCTT. Спасибо, ставлю вам от себя лайк. Ивент удался. Надеюсь, это видео вам понравилось и было для вас полезным. Не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И, конечно же, оставить ваш комментарий. Он не останется незамеченным, я обязательно на него отвечу. С вами был я, Арси Табак. До новых встреч. Пока.